Новость о том, что в Печоре осталось катастрофически мало окуня и леща, мягко говоря, если не взбудоражило ижимцев, то по крайней мере не оставило никого равнодушным. На чем основываются данные российского НИИ? По данным комеры Бода, в Печоре все спокойно и нет повода для паники. Окунь хищная рыба, вот и преобладает в основном на озерах окунь, щука, плотва. Ну, на озерах уменьшения не наблюдаются. Спрашиваешь у рыбаков-любителей, они не жалуются, что окунь уменьшается. Они стабильны каждым годом. Иногда год бывает, что если заморов нет зимних, то даже много окуня. И весной при полуводии с озера они скатываются в реки. А теперь обратимся к результатам мониторинга комеры Бода, преобладающие виды промысловых рыб Печоры. На первом месте плотва, потом вымирающий окунь, ясь, ёрш, хариус, налим, снова вымирающий лещ, щука, сик, пелядь, карась. Ни слова, что рыбы мало, но может быть лещ и окунь стали не такими крупными? Снова цифры. 2005 год. Размер окуня 17,5 см, вес 87 грамм. В 2009 году размер уже 20,5, а вес 153 грамма. Длина леща. 2005 год. 27 см, вес 572 грамма. В 2009 году снова плюсы. Размер 31 см, вес незначительно снизился. 508 грамм. Но зато средний возраст повысился на 2,5 года. Получается, данные комеры Бода и российского НИИ расходятся? В этой ситуации можно вспомнить и о недавнем запрете на выловхариуса. Ни одного штрафа по Печорскому бассейну зафиксировано не было. Может, не занимались? Об эффективности данного приказа я не могу ничего сказать, так как мы по лесным боковым речкам не проводили каких-то исследований, будем говорить, мониторинг по хариусу. И судить об этом надо изучение, глубокое, послестороннее изучение данных водоемов. Там убавился хариус. Но там короткий период, даже год не действовал закон о запрете. Так что в настоящее время запрет отменили и все нормально. Население не жалуется. Сейчас вдоль Печоры редко встретишь человека с удочкой. Люди обсуждают, не оштрафуют ли. Первыми возмутились жители Троиско-Печорского района. Там рыбалка – источник выживания. И такие запреты, конечно, никого не остановят. Но сделают рыбаков браконьерами. Роман Истомин, Олег Костромин, телеканал Юрган.